Почти 200 оккупантов и 44 единицы техники, потери РФ на Таврическом направлении за сутки. На Таврическом направлении российские оккупанты за прошедшие сутки потеряли три склада боеприпасов, 44 единицы техники и почти 200 военных, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского. Так, по его словам, за прошедшие сутки враг 22 раза атаковал позиции наших военных и совершил 683 обстрела, 16 авиаударов, артиллерийские подразделения сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1085 огневых задач, потери русской армии составили 171 человек, безвозвратные 51, раненые 120, также украинские бойцы уничтожили 44 единицы военной техники противника, в том числе, 1 танк, 4 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗУ, 2 ПТРК, 18 БПЛА, 11 единиц автомобильной техники, 1 единица специальной техники, кроме того, было уничтожено 3 склада боеприпасов врага, ситуация на фронте. По данным Генштаба на утро 28 сентября силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений, в частности, ФСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области. А также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Работина-Вербовая. Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ФСУ в сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 арчистем врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.